Здравствуйте, в эфире новости АТН, в студии Александр Тихонов, коротко о главном. Ночь падения памятников Ленину. Свергнуты еще два Ильича в Харькове и три в области. Очереди под банками и отсутствие валюты в обменках. Ажиотаж вокруг иностранной валюты. Желание подзаработать или сохранить свои сбережения. То, к чему российская власть призывает, что, на мой взгляд, организовывает в Украине, за то же самое, активистам вой России светят серьезные сроки. Объявлен в России экстремистом за попытку провести марш за федерализацию Кубани. Житель Краснодара, преследуемый кремлевскими спецслужбами, решил остаться в Харькове. Итак, подробности. Накануне ночью по Харьковой области прокатилась очередная война Ленинопада. Два памятника вождю пролетариату в городе возле ДК Ильича на Новой Баварии на железнодорожной станции «Основа» неизвестную в Балаклавах повалили с помощью троса. А в области, кроме трех монументов Ленину, повредили еще и памятник Чапаеву. Трос вокруг шеи и резкий рывок. Памятник Ленину на железнодорожной станции «Основа» накануне ночью свалили тихо и за считанные минуты. А вот остатки поверженного Ильича молодые люди в Балаклавах добивали уже под лозунги. Расправа над каменным вождем пролетариата проходила буквально в ста метрах от линейного отделения милиции ЮЖД. А уже утром активисты сами опубликовали в интернете видеоотчет ночного антиленинского рейда. «Лучше уже сделали, значит сделали. Не возвращаться – нет. А есть так, значит так. Это на мой взгляд». «Растоит, как вы думаете, если восстановят?» «Я не знаю. Я только что не стоял. Лучше что-нибудь попрылись». «Конечно, хотелось бы, чтобы он стоял. А там посмотрим». «Я только за, чтобы восстановили. Это же память наша, история». «А как вы думаете, если восстановят? Снова придут, разрушат? Может?» «Не знаю. Охрану представлять к памятникам, ко всем». Тем же составом и способом повалили и второго каменного Ленина напротив ДК имени Ильича в Октябрьском районе, который только недавно восстановили после предыдущего покушения. В райадминистрации поспешили заверить, что новую Баварию и на этот раз не оставят без вождя пролетариата. Снова отреставрируют. А в милиции по данному факту открыли уголовное производство. «По данному поводу в ЕРДР внесены данные по статье 296, часть 2 «Хулиганство». Проводится расследование. Данная статья предусматривает лишение свободы до 4 лет для виновных лиц, которые будут изобличены в совершении данного преступления». Ночи для памятников советским вождям выдалась неспокойно не только в Харькове, но и в области. По одному Ленину свалили в поселках Доброволе и Алексеевка Близнюковского района. Еще одного разрисовали и повредили в Берестовом. А в Верхневодяном уничтожили памятник Чапаеву. По всем этим фактам милиции также открыли уголовное производство по статье «Хулиганство». А вот дело против активистов, уничтоживших главного Харьковского Ленина на площади свободы, правоохранители закрыли буквально в ту же ночь, после того, как губернатор Харьковской области Игорь Балута подписал распоряжение о дебантаже памятника. Между тем, предложение экс-замгубернатора Харьковской области Ивана Варченко о создании парка «Советская Украина», куда б можно было снести все оставшиеся памятники советским вождям, остается на этапе технической документации, сообщили в пресс-службе Гурсовета. Ни ориентировочных сроков открытия, ни предполагаемого адреса музея там не называют. Если Ленинопад в Харькове продолжится и дальше, можно предположить, что будущий музей тоталитаризма останется и вовсе без экспонатов. Уже сейчас невредимых лениных в городе можно обнаружить главным образом только на территории предприятий. Алена Сырока, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». Очереди под банками и отсутствие валюты в обменках. Недавние ограничения, введенные нацбанком, вызвали настоящий ажиотаж вокруг иностранной валюты. Харьковчане бросились массово скупать зеленые, кто-то желая подзаработать на валютных махинациях, а кто-то с целью сохранить свои сбережения. Очередь возле ощадбанка начинает занимать с трех утра. Ближе к полудню людей собирается уже достаточно для того, чтобы вызвать вопросы и ажиотаж, и у проходящих мимо. Там один мальчик за депозитом снимают. Может, что-то срочное надо снимать. Пришедшие стоят за валютой. На руки выдают по 200 долларов. Несмотря на то, что очередь движется небыстро, в кассу запускают строго по одному человеку. Готовы стоять до закрытия. Боимся. Доллар надежнее. Боимся потерять деньги. Не доверяете украинскому человеку? Вообще, я патриот. Не то, чтобы не доверять. Да, лучше перестраховаться. Береженого Бог бережет. Возле Сбербанка России очередь поменьше. Первые желающие купить зеленые здесь появились к 7 утра. Пришедшие позднее волнуются, хватит ли на всех. Кое-кто подумывает, может выйдет обойти введенный лимит в 3000 гривен на руки. Мне нужно купить 400-500. Честно, не знаю, что так. Честно, на удачу стою, может получится больше купить. Я слышал, да, по 100, по 200 выдаю. Искать валюту в обменных пунктах харьковчане даже не пытаются. Ее там попросту нет. А там, где появляются, обменщики иногда в обход официального курса продают по завышенной цене. Сейчас в необычных обменках, не в банках. А сейчас доллары продают по 15, по 16. Свой банковский забег Анна начала часов в 10. С малышом в коляске женщина заняла очередь в нескольких банках. От доллара зависит бизнес ее семьи. За товар она с мужем расплачивается валютой. Еще и кредит погашать должны также в зеленых. Мы брали кредит, когда доллар еще был 4,75. По сегодняшнему курсу мы платим бешеные деньги. Мы уже не в состоянии платить такие деньги. Что нам делать? Мне хочется лично правительству задать этот вопрос, чтобы лично НБУ ответил мне, что конкретно нам делать. Курс в 12,95 за доллар Национальный банк обязал удерживать банки 24 сентября. Днем ранее было введено ограничение для физических лиц. Не более 3000 гривен в одни руки в сутки. По мнению национального регулятора, такая мера должна была уменьшить напряжение на наличном сегменте валютного рынка. Однако вышло наоборот. За валютой началась настоящая охота, на что тут же отреагировал черный рынок. Зеленые и евро пропали из касс, в чем могла убедиться накануне и сама глава Национального банка. Попытка купить пресловутые 200 долларов обернулась для Валерии Гонтаревой полным фиаско. Девушка, мы у вас спрашиваем, мы хотим купить 200 долларов. Девушка, мы хотим 200 долларов купить. Любые ограничения питают ажиотаж и вызывают противодействие, уверены эксперты. Последние колебания курса национальной валюты и ситуация на рынке показали несостоятельность только лишь жестких админмер, которыми в последнее время увлекается Нацбанк. Импортеры просто не желают продавать валюту по курсу, который они считают несправедливым, что вызывает коллапс на рынке и может привести к серьезным последствиям. Наши импортеры, которые не могут купить доллар на межбанковском рынке, не могут оплатить свои платежи по контрактам. Это более серьезный вопрос, который значительно влечет за собой более серьезные последствия для нашей экономики, чем возможность или невозможность, как мы говорим, до пересочного громадянина, купить или не купить 100 долларов. Для того, чтобы снять ажиотаж, необходимо восстановить доверие граждан. Люди должны быть уверены, валюта не пропадет и ею не стоит запасаться, как солью или гречкой. Для этого необходимо наполнить кассы. В банках ожидают обещанных Нацбанком целевых интервенций для обеспечения спроса на рынке. Однако, сколько таких интервенций потребуется, финансисты затрудняются ответить. Первые проданные Нацбанком 60 миллионов долларов фактически испарились. Оксана Нечипоренко, Александр Романовский, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Объявлен в России экстремистом за попытку провести марш за федерализацию Кубани. Житель Краснодара, преследуемый кремлевскими спецслужбами, решил остаться в Харькове. Всего пару недель назад россиянин, житель Краснодара, Вячеслав Мартынов даже не думал, что попадет в российский федеральный список экстремистов и террористов. Однако оказался в нем вместе с еще двумя единомышленниками за попытку провести марш за федерализацию Кубани. Власти Краснодара акцию не согласовали по формальным причинам. Заявили, что неправильно названо место проведения марша. А когда Вячеслав решил провести акцию в центре города на свой страх и риск, ему помешал провокатор с муляжом пистолета. «Слава Украине устроим, и героям славу сделаем». «Поделил тебя что-то?» «Опа, интересно». «А ну, здорово!» «А ну, снял ее!» «Мы лично делаем». «Эх, посмотри, осадь, осадь!» «А ну, 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 ну!» «Алё, парень, сасадь!» «Полицейские задержали и владельца муляжа, и самого Мартынова. Первого, говорит парень, отпустили. А вот его осудили на 15 суток, по политическим причинам, уверен инициатор марша». «Суда, ну, в привычном понимании, в нормальном понимании этого слова не было. А просто мы постояли с полицейским возле кабинета секретаря судьи, и она уже вынесла готовое решение. То есть, ну, вообще, довольно-таки странный правовой прецедент. Я думаю, что таким образом можно задержать и арестовать вообще кого угодно по любому обвинению». Соратницу Вячеслава Дарью Полюдову тоже задержали – сотрудники ФСБ. Девушка до сих пор находится в СИЗО, и ей грозит до 10 лет лишения свободы за публичные призывы к экстремистской деятельности и нарушению территориальной целостности России. А ведь они, говорит активист, лишь хотели продемонстрировать Кремлю, насколько преступна его политика на востоке Украины. «То, к чему российская власть призывает, что, на мой взгляд, организовывает в Украине, за то же самое активистам в России светят серьезные сроки. Сейчас, то есть, ей грозит до 10 лет лишения свободы». После отбывания 15 суток за хулиганство Мартынову тоже предложили явиться в ФСБ. Но парень решил вместо этого уехать в Украину, в Харьков. Третий организатор марша Петр Любченков тоже был вынужден покинуть Россию, и он нашел убежище в Одессе. Того, что их выдадут России, говорит правозащитник Людмила Клочко, ребятам опасаться не стоит, если они получат статус политических беженцев, который сейчас и оформляют. А вот ситуация у их коллеги Дарьи гораздо более сложная. Ей можно апеллировать только к международным организациям, но вряд ли к ним прислушаются в России. «Нужно обращаться в «Интернашнал» – это организация, которая занимается политзаключенными во всем мире. Можно обращаться в Совет Европы, который интересуется вопросами политических заключенных в странах Совета Европы. Россия и Украина – это страны, входящие в Совет Европы. Можно обращаться в ООНовские структуры. И просто нужно это делать. Другое дело, как это повлияет на руководство России. Выходить не только в поддержку Украины, но и просто в защиту прав человека сейчас в России небезопасно, считает экс-советник министра иностранных дел Литвы Гентарнар Кивичуты. Политик активно поддерживала Майдан и говорит, на своем опыте может подтвердить тот факт, что волеизъявления в демократической Прибалтике и волеизъявления в демократической России – диаметрально противоположные вещи. Тот путь, по которому идет Украина, на который только пытаются встать отдельные граждане России, Литва прошла в начале 90-х. «Я могу провести параллели тех событий 25 лет назад в Литве и в других прибалтийских странах. Мы были более успешны, но ситуация была очень похожая. В любом случае, эта ситуация заняла намного меньше времени у нас для того, чтобы очистить страну от того правительства, нехватки демократии, нехватки независимости и добиться свободы наших граждан. Ситуация, которую сейчас мы наблюдаем в Украине, я думаю, это вопрос не только о независимости страны, но и вопрос о ее безопасности». Насколько удастся украинцам и россиянам добиться соблюдения своих прав в собственных странах, покажет время, считает Гентары. А вот Вячеслав Мартынов уже сделал выбор. Он собирается остаться в Украине и мечтает здесь о карьере журналиста. Анна Юрченко, Владимир Борох, Александр Романовский. Агентство телевидения новости. Вы смотрите новости АТН. И далее в региональном выпуске. Проверил все, что закрылки выпущены, все открыто, все здесь включены, все работает. То есть проверил работу двигателя, чтобы все было нормально. Курсанты Харьковского университета воздушных сил сдали свои первые экзамены в небе. Наша компания частично провела работы. Более сложные работы – это высотные. Мы привлекали профессионалов-высотников. На самом деле ребята к работе относились очень хорошо. Молодцы. К флешмобу по раскрашиванию города в цвета национального флага подключились и представители харьковского бизнеса. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Пока в украинском правительстве спорят, какой именно должна быть реформа децентрализации, партия «Сильная Украина» презентовала четкую модель разграничения полномочий, а главное – финансовых ресурсов между центром и регионами. Лидер партии Сергей Тегибко во время круглого стола «Права регионам» заявил, если бы децентрализацию провели вовремя, конфликт на востоке страны можно было бы погасить в зародыше. Разграничение властных рычагов и денег – мощный ресурс для борьбы с сепаратизмом, считает Сергей Тегибко. По словам политика, децентрализация управления – европейский путь развития, которым последние 30 лет идут большинство западных стран. Проблемы нужно решить там, где они возникают, на уровне местной громады, говорит Тегибко. Поэтому и средства тоже нужно оставлять на местах. Сейчас же, по его данным, потребности регионов обеспечены лишь на 40%. Чтобы передавать регионам полномочия, нужно вместе с этими полномочиями передавать и средства для финансирования их реализации. Поэтому ключевая часть именно региональной реформы – это как раз реформа бюджетной системы Украины. В круглом столе партии «Сильная Украина» приняли участие главы и депутаты местных советов из большинства областей. По их мнению, местные власти должны самостоятельно определять свою политику. Поэтому Киев должен поделиться с регионами и правом назначать на ответственные должности людей, пользующихся доверием в громаде. Люди хотят, кроме тех полномочий финансовых и экономических, которые должны прийти, если, я надеюсь, будет принята такая программа, Это еще и кадровые вопросы, потому что очень многое будет зависеть от тех людей, которые осознанием своего региона смогут эффективно эти финансы использовать для блага своей территории, своего города и своего села. Затягивание с децентрализацией не позволяет провести бюджетную реформу, считают участники обсуждения. Сейчас на местах остается лишь 26% налогов. Сергей Тегибко и «Сильная Украина» предлагают довести цифру до 58%. Например, в регионе должны остаться налог с недвижимости на землю, а Киев должен делиться регионами плату за недра и налог на прибыль. В Центр должны идти НДС, акцизы, пошлины. Тегибко убежден, такой подход отменит бюджетное рабство регионов и создаст стимул для развития производства и рабочих мест. Анна Иванова, агентство телевидения новости. Курсанты Харьковского университета воздушных сил сдавали свои первые экзамены в небе. На небольших сверхлегких двухместных самолетах ХАС-30 производства местного авиазавода молодые пилоты демонстрировали фигуры простого пилотажа, который в течение двух лет изучали теоретически, затем на специальных тренажерах и только после этого получили разрешение поднять в небо настоящие самолеты. Мастерство многих авиаторов наставники оценили на отлично. Большинство из них мечтает в дальнейшем стать военными летчиками и стать на защиту воздушных просторов родного неба. Молодые авиаторы собираются на аэродроме в Коротичи на рассвете. Владислав Жуйко осматривает самолет. Такая традиция, говорит, поздороваться с машиной. За несколько минут они станут с ней одним целым. Парень немного нервничает, хоть уже и отлетал необходимый минимум 22 часа. Проверил все, что закрылки выпущены, все открыто, все АЗС включены, все работает. То есть проверил работу двигателя, чтобы все было нормально. И потом запрашиваю на взлет и взлетаю. Для каждого из них сегодня время Че. Либо быть пилотом, если все пройдет хорошо, либо в случае неудачи спишут в нелетные специальности. За будущими авиаторами наблюдает директор авиазавода. Именно его инженеры разработали небольшой двухместный ХАЗ-30. По техническим характеристикам, говорит, он идеально подходит для практических занятий. Наш самолет соответствует всем характеристикам, которые необходимы для обучения. Он простое управление, легкий. Пилот дает команду от винта. И поднимается ввысь. На расстоянии километра над землей пилоты выполняют задания, полученные от учителей еще на земле. Спирали, пикирование имитируют отказ двигателя. Маневры Владислав выполнил практически без ошибок. Главную же для него лично оценку даст отец. Мол, именно ему посвятил свой полет. Самое интересное, когда ты начинаешь взлетать, ты бежишь по полосе, тут полоса грунтовая, оно трясет немножко, трясет, 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 а потом так отрыв. И как раз вот такое ощущение очень такое непередаваемое, оно ничего не трясет, такая свобода, чувствуешь свободу. И когда летишь, все проблемы, которые остаются на земле, они на земле, там вообще о них не думаешь. После получасовой практики – разбор полетов. Курсант не ошибся, инструктор ставит за выполнение задания наивысший бал. Ошибки, понятное дело, были, признается наставник. Мол, за штурвалом обычные люди волнуются. Товарищ курсант, вам оценка за полет отлично. Все элементы вы выполнили на оценку отлично. Отлично, техника пилотирования соответствует уровню полетовки. Скорее всего, волнение. Все-таки резонационные полеты, летные, у них впервые жизнь, поэтому, естественно, накладывается элемент волнения. Большинство авиаторов мечтает стать военными летчиками, управлять истребителями МиГ-29. Однако эта мечта, как выяснилось, осуществится далеко не у всех. Треть курсантов списали в нелетные специальности. Те же, кто прошел испытания, пересядут на реактивные самолеты Л-39. Но это только через месяц, уже на третьем курсе, после заслуженного отдыха. Татьяна Датсяк, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание. В Харькове ликвидировали два пожара. Первый произошел вчера в Чернозаводском районе. Женщина скончалась на месте. Еще один на улице Рыморска. В результате пожара пострадали два человека. О пожаре в частном жилом доме в районе аэропорта в службу чрезвычайных ситуаций сообщил сосед. Мужчина первым почувствовал запах дыма и вышел на улицу. Ждать прибытия пожарных Анатолий не стал. Говорит, общими усилиями вместе с соседями они начали тушить огонь, чтобы он не распространился на его часть домовладения. Пришел с работы домой и у меня горит дом. Мы живем в одном доме, только на два выхода. У меня горит дом. Начали его тушить, вызвали пожарного. Пожарные приехали, потушили. Ну и оказалось, что там лежит несовместимость с жизнью моя соседка. Женщина 47 лет отравилась угарным газом и скончалась на месте. Неосторожность погибшей и стала причиной пожара, говорят в службе чрезвычайных ситуаций. Площадь пожара составляла порядка 30 квадратных метров и в результате пожара погибла женщина 67-го года рождения. К месту происшествия прибыло два отделения. Службы спасения ликвидировали пожар очень быстро. У погибшей остались двое сыновей, младшему всего лишь 15. Еще один пожар в самом центре города, на улице Рымарской, перепугал сотрудников офисного здания. Возгорание произошло в подвале, но дым буквально за считанные секунды распространился по всему помещению. Поэтому многие люди не смогли самостоятельно выйти на улицу. На место прибыли пять бригад службы по чрезвычайным ситуациям и выдвижные автолестницы. Спасатели эвакуировали 64 человека. Двоим, получившим ожоги рук, понадобилась помощь медиков. Всего было спасено 26 человек. Кроме того, 38 человек эвакуированы. Еще до прибытия спасателей на месте пожара пострадала женщина 73-го года рождения. Она была с отравлением угарного газа отправлена в неотложную скорую помощь. Ликвидировали пожар за полчаса. Одна из версий возгорания в офисном здании – короткое замыкание. Инна Степанишина, Александр Романовский, Агентство телевидения новости. В Харькове продолжаются патриотические акции. Теперь к флешмобу по раскрашиванию города в желто-голубые цвета национального флага подключились и представители харьковского бизнеса. Гигантская надпись, указатель на въезде в город площадью около 250 квадратных метров, сегодня стала очень патриотичной. В цвета национального флага этот трехметровый знак раскрасили представители компании «Сантан», вот уже почти два десятка лет работающие на рынке сантехники. Указатель очень давно уже утверждается в реконструкции, и мы приняли решение выразить благодарность любимому городу и его жителям, показав позицию нашей компании – Харьков – это Украина. Именно поэтому указатель покрашен в цвета украинского флага, чтобы харьковчане и гости, которые приезжают в наш город, понимали, что они приехали в культурный и промышленный центр Восточной Украины. Перед покраской, рассказывает директор компании «Сантан» Александр Паломарчук, специалисты хорошенько очистили указатель от ржавчины и обработали антикоррозийным покрытием. Следовательно, патриотичный знак спокойно переживет и осенние дожди, и зимние вьюги. Сотрудники компании также привели в порядок прилегающую к указателю территорию. Наша компания частично провела работы, более сложные работы – это высотные. Мы привлекали профессионалов-высотников. На самом деле, ребята к работе отнеслись очень хорошо. Молодцы. Кстати, это далеко не первый благотворительный проект «Сантана». Сотрудники уже успели помочь и детским лечебным, и учебным учреждениям, и переселенцам из зоны АТО. Компания активно оказывает поддержку Фонду спасения детей и подростков Украины от наркотиков, а также помогает территориальному управлению МЧС в вопросах обеспечения безопасности в регионе. Поддерживать тех, кто очень нуждается в защите и помощи – в это сложное для страны время. Компания, уверяет Александр Паломарчук, планирует и в дальнейшем. Я от души желаю харьковчанам и жителям всей Украины мира и благополучия. Все будет хорошо. Людмила Петрова, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok